Музыка Приказом Минздрава России 550Н утвержден порядок составления и утверждения отчета О результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минздрава России В целом приказ не регламентирует медицинскую деятельность, но некоторые его положения не представляются важными Какие? Федеральные учреждения здравоохранения будут указывать перечень услуг, оказываемых потребителям за плату С указанием категории потребителей, ценами услуг динамики отчетного периода, общим количеством потребителей, воспользовавшихся платными, частично платными и бесплатными услугами Суммы доходов от оказания услуг Количество жалопотребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры Автономные учреждения здравоохранения обязаны размещать отчет в газетах «Известия», «Медицинская», «Российская газета» Все остальные учреждения здравоохранения на своих официальных сайтах Примечательно то, что получатели услуг, предоставляемых федеральными и государственными учреждениями, находящимися в ведении Минздрава России Как платных, частично платных, так и бесплатных, обозначены как потребители А это значит, что при рассмотрении жалопа услугам, как частично платным, так и бесплатным, должны применяться положения Закона о защите прав потребителей А на саммите услуги распространяется потребительское законодательство Отчет о результатах деятельности в соответствии с требованиями данного приказа будет подаваться по итогам 2019 года Но сам приказ вступает в силу с 26 августа А это значит, что необходимые сведения уже надо начинать собирать сейчас И внимание к жалобам потребителей Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова